Село Славкино Село Славкино Ирина Александровна и сама состояла в этом школьном лесничестве. Теперь учит беречь природу следующее поколение березки. Когда лесничество только создавалось, вспоминает она, никакие конкурсы еще не проводились. Побеждать было не в чем. А в остальном традиции школьного лесничества не изменились. В лесничество я пришел с пятого класса. У нас проводился школьный палачный лагерь на территории нашего села. Меня позвали в этот лагерь. С этого все и началось. Далее я начал делать следовательскую работу. Мы выезжали на областные слеты лесничеств. Представили там свои следовательские работы. Первый проект Максима был посвящен муравейникам и их роли в экологии леса. Интерес его, кстати, профессиональный. Максим планирует посвятить лесу всю свою жизнь и поступить в профильный вуз. Как уже сделали пять выпускников Славкинской школы только за последние несколько лет. В четвертом классе у нас было посвящение в лесничество. Ну и меня, как и всех моих одноклассников, посвятили в участников лесничества. Ну и как-то сначала я принимал участие в каких-либо районных конкурсах, конкурсах рисунков, поделок, изготавливал скворечники. В пятом классе меня пригласили в палачный лагерь, после чего каждую последующую смену я также принимал участие. Ну и, можно сказать, до четвертого класса я считаюсь полноправным членом школьного лесничества. Всего в Ульяновской области действует 21 школьное лесничество. Многие из этих учеников действительно могут стать настоящими лесничами. Всем нужным навыкам их обучают. К сожалению, у нас сейчас такой возрастной ценз очень большой. Много, скажем так, опытных работает сотрудников в лесничествах. Когда-то они все равно уйдут, и необходима будет смена. Но кроме этого, важно не только, чтобы они были подготовлены к работе в лесной отрасли, но также эти люди имели представление о том, как себя вести в лесу. Надеемся, у этих ребят все получится. А школьное лесничество «Березка» еще многие годы будет оставаться лучшим в России. Тем более, что вдохновляет на это школьников сама природа вокруг родного села. Андрей Творогов, Юрий Ломатов. Новости Ульяновской правды. 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 Нов